Всем привет, ребята, с вами Эдричент, и да, это новый выпуск Супер Амамы. Если вдруг какой-то из выпуска вы пропустили, все так же ссылки находятся в описании. И я напоминаю, что для своих спонсоров я выпускаю эксклюзивные реакции на проект. Я вешу 300 килограмм, что было дальше, и в дальнейшем будут выходить все больше и больше шоу, а они уже многие доступны на моем канале. Так что, если хочешь также меня поддержать и получить, в общем-то, доступ к эксклюзивному контенту, то можешь оформить спонсорство по ссылке в описании, либо по QR-коду на своем экране. А это у нас новый выпуск Супер Амамы. Ну что, мы начинаем. Ну давайте, третья мама из четверки. А сейчас выпробование мам-контролем готова пройти Саша, дружина чемпиона и экс-холостяка Дмитра Черкасова. Она до сих пор не рассказала конкурентам, кто ее человек. Ну, наверное, девчонки очень любят холостяка проект, да? Мне 28 лет и у меня два прекрасных сына. Старшего сына зовут Тимофей, ему почти три годика. Марк маленький у нас, ему всего 10 месяцев. Мы живем в большом доме. Так как наш папа действующий профессиональный спортсмен, наша жизнь построена по режиму. Я готовлю завтрак, первый обед, второй обед, ужин. Ну, типа хозяйка. Если еще есть сложные соревнования ответственные, то еще один прием пищи. А кто он, плоец, да? Я люблю, чтобы дом был опрятный, чтобы было чисто, и полностью весь дом должен быть дважды в день убран. Зая, я уже как раз дома все сделала. Леток уложила, кушать себе приготовила, так что жду тебя уже дома. У детей режим с рождения. То есть, когда я принесла их с родома, кормлю... Сказала спать. Время прошло. У меня было в одно и то же время, сон был в одно и то же время, поэтому они другой жизни не знают. Угу. Ну, режим с одной стороны-то хорошо. Я спермама, потому что я нахожу гармонию и баланс между дисциплиной и любовью к детям. А вы? А назад! Нет. Чи справді режим такий важливий для детей? И чи зуміє дружина-чемпиона перемоти в проекте «Супермама»? З'ясувати це вже поспешают її конкурентки. Тук-тук-тук! Привет! Вы такие красивые! Боже, это неужели мы начали ходить сразу троем? Это вы потом поняли на одиннадцатом выпуске с первого сезона, что, слушайте, наверное, когда они по двое уходят, так себе говорят, давайте сразу троих впускать. Как по-нормальному, да? Спасибо! Муа! Просто сейчас, если вдруг там не въехал в тему, то первый сезон, 10 выпусков предыдущих, у них такая фишка была, приходят двое, а третья мама всегда где-то непонятно лазит. А потом как бы приходит, когда уже, блин, все разобрали практически, всех разложили, только покушать. Сашин внешний вид для меня был удивлением. Я бы даже такое не надела бы на себя, если бы я одна осталась дома в плохом самочувствии. А мы помним, как ты встречала... Я, конечно, в концертной, все эти вещи, как будто на корпорации. Я не пыталась сегодня из себя что-то строить, я приняла девочек так, как хожу в обычной жизни. Присаживайтесь. Тим, шоколадная конфета, не в стульчике. Нарушаем сегодня все правила? А он кушает только в стульчике, да? Ну, я считаю, что есть нужно за столом. Сынок, пошли мы помоем ручки, я положу Марка спать, а ты вернешься к девочкам сам, договорились? Видно, что она гиперответственная мама. У нее свои правила, свой мир. Привет! Руки помыл? Да. Тимофей, мы ознакомимся. Ты единорожка, знаешь такого животного? Беря, ты вдвоем. Смотри, давай сюда положим. Что еще? О, все, ему понравилось. Мне было видно, что ребенку понравился этот подарок. Спасибо, девочки, очень приятно, но, скажем так, он девчачий. Почему? Нет? Ну, эти попередки. Мальчики должны играть с мальчиковыми игрушками. Я бы не сказал, что он прям девчачий-девчачий, но какой-то предпосыл на эти вот пайетки. Ну, возможно, да. Я за то, что... Под пайетки, да, как-то вот... Под девочку немного косичем. Чтобы воспитывать в мужчине мужчину и без вот этих всяких наклонностей, так сказать. Сексуальна орієнтация формуется точно не под впливом игрушек. До трех роков, возможно, не имеет сенсу делить игрушки на девчачьи и хлопчачьи. Девочки, так как... Так что, пойду куплю сыну куклу. Уже пришло время завтра. А что, многие, я уверен, блин, а что пацанам куклами нельзя играться, я не знаю. Девкам так можно купить машинку и так далее. Я уверен, у многих девчонок в детстве были какие-то машинки. Не знаю, как роботы, может быть, тоже. Никто, ничего не удивлялись. Так, говорили, о, пацанка. Там, о, там, девочка. А если пацан играет, ну, ты смотри, какой утифяк растет, да? Что это ты? Это херя выращиваешь, да? Я пойду, Тимофеечка, кормить кашей. Мне придется уйти на кухню. Извините, я буду с вами поддерживать контакт. Вы знаете, что у нас в семье режим. Типа, ну, приперли свой, ну, клево. А у меня тут есть чем заняться. И они прислушиваются и придерживаются, да, твоего режима? Да, потому что они такие были с рождения. То есть я родила, кормила по часам. В моем представлении это плохо, потому что у ребенка нет выбора. Нет, у ребенка просто должно быть время, мне кажется, 100% на какое-то личное занятие. Вот то, что хочет, то и хуй делает. Хочешь сидя, полбейся, не знаю, хочешь лежи, хочешь телек посмотри. Вот свободное время, мне кажется, всегда должно быть. Это тоже живой человек. И я думаю, оно там есть. Это тоже должно учитываться. Чаек, щас, сынок. Вкусный будет очень. Ой, не горячий. Нет, мама сделает, не будет горячий. Саш, а ты говорила, что у вас режим. И вот как твой день обычно проходит? Будний. Будний. Вы во сколько просыпаетесь вообще? Сейчас у нас light. Мы переехали ближе к бассейну и просыпаемся в 6. А раньше? Пусть, конечно, не горячая, я тебе обещаю. Раньше в 5. Пять утра. Это можно просто... Переехали ближе к бассейну, значит, это наросъемный дом, правильно я понимаю? Кончится. В то время, пока я готовлю здесь завтрак, Дима занимается предподготовкой к тренировке, он растягивается, выполняет различные дыхательные практики. Потом, пока Дима завтракает, как раз наступает 7, 7.30. И у меня просыпаются дети и ждут тоже своего завтрака. Они завтракают, и Дима вместе с Тимой уезжает. Дима завозит Тимофея в садик. Все, а малой ходит на плавание, значит, батя этот, он занимается плаванием. И едет на тренировку. В это время я играю с Марком и делаю влажную уборку дома. Просто я без понятия, что это за холостяк. И это здоровье, у него от пыли может начинаться аллергия. Сколько ты раз делаешь влажную уборку? Два раза. Весь дом? Ну, это так. Потом Марк идет отдыхать, он ложится спать. В это время я готовлю обед. Приезжает Дима с первой тренировки утренней. Он обедает, и ему необходимо восстановление между тренировками. Поэтому он идет спать. Муж, дети, дети, муж, муж, дети, дети. Что это за бред? Время для себя где? Ты же не раб. Тебя надолго так не хватит. Я только год в декрете. Я только начинаю. До этого я работала. И построила прекрасную карьеру. Я работала юристом. Я уверена, что Саша врызла всех на своем пути. Нет, так подожди. Время на себя. Ну, человек приготовил. Правильно я понимаю? И потом можно там пару дней не готовить. Вот тебе время... Ну, дня два. Там, наверное, из-под ножа готовят. У нас не так. И всегда и дети, и муж кушают свежеприготовленную пищу. То есть я не подогреваю. Ну, это непросто. Профессиональные спортсмены не едят подогретую еду. От питания зависит. Его состояние здоровья от состояния здоровья. Ну, это сильно. Но это нужно, на самом деле, на кухне немало времени проводить. Если мы говорим все готовить из-под ножа, и мы, получается, не оставляем ничего на следующий раз, то это должен либо быть повар, и у тебя должно быть много денег, либо у тебя должно быть очень много времени, где ты станешь поваром. Ну, тогда она пашет, как ломовая лошадь. Потому что, блин, ухаживать за ребенком, готовить три раза в день, заниматься его воспитанием, потом мужу уделить. Ну, это, мне кажется, это очень... Еще уборка два раза в день. Но она такая. Баба-робот. Я скажу. Мне зависит его результат. Понимаете, кроме того, что он работает, я тоже работаю. Это я в его команде. Ага, то есть это твоя работа, и плюс ты его супруга. Конечно. Это наша общая работа. И работа от слова раб. Но вы, получается, 24 часа вместе. Нет. У него постоянные сборы, соревнования. Я его не вижу месяцами. Но в обычной жизни, ежедневной нашей, конечно, да, мы живем так. И это наша командная работа на результат. Потому что от результата, естественно, зависит заработок. Если бы кто-то из их мужей принес хотя бы раз такую зарплату, и уверена, что девочки не дважды раз в день делали влажную уборку, а все десять. Что ж там такая за сумма, мне интересно. А ну, девчонки, давайте, напишите мне в комментариях, какая бы сумма вас бы устроила вашего мужчины или вашего мужа в месяц. Вот вы так и сказали, вот столько бы зарабатывал, все, вот хватило бы. Вот правда очень интересно почитать. Хотя понимаю по факту, никогда много денег не бывает. Но, давайте, собрались. Вот я реально говорю, я хочу почитать. Вот, девчонки только, парни, не пишем, девчонки. У меня как раз вообще, я посмотрел, у меня 75% девчонок. У меня такой прям женский коллектив, мои бубочки, мои сладкие, люблю вас. Ну вот, напишите мне, пожалуйста, сколько мужчина бы для вас должен был бы зарабатывать в месяц? Муж, парень, ну, там ваши отношения и так далее. Чтобы вам хватало. Сказали, вот столько, вот, ну, давайте, жиру не бесимся, то сейчас напишите, ну, а селям долларов, наверное, бы, реальную сумму, сколько бы хватало. А то он так сказала прям, ну, если бы он, сколько он там приносит, мне интересно. Ну, точно не 100 тысяч долларов в месяц. Судя по всему, это съемный дом. Хотя. Прошу вас ознакомиться с гордостью и достоянием моего мужа. Танья. Элементом команды, которого я являюсь. То количество медалей, которые я увидела, это круто. А, еще по годам все расписано прямо. С 2000 года, где бы он не принимал участие, он оттуда должен привезти, если не серебряную, то золотую медаль. Ты говорила, у тебя муж пловец. Ну, да, он с шести лет в бассейне. А эти медали, это, правда, гордость за состояние всей нашей семьи. Вот, потрогай. Сейчас любимый, иду. Ложка в ладошке. Моя личность, может, я его знаю? Девочки, я хочу, чтобы это пока была тайна. Она для вас раскрылась, когда он приедет. Поняла. То есть он был не против сниматься, да, в проекте? Окей. Вы узнаете, кто мой муж? Мне такое было впечатление, что он какой-то тайный агент под прикрытием. Его, наверное, фигура очень красивая. Плавцов самая лучшая фигура. Я надеюсь, ты его сегодня увидишь. Ха, ну не голым же. Можно попросить его выйти просто в плавках эффектно. Выходи сюда. Он вообще шикарный муж, и памятник бы ему воздвичь, но нельзя. Почему ты не хочешь выкроить время для себя и нанять человека, который будет у тебя убирать? Все спортсмены очень суеверны. У тебя согласен с одной? А, типа что, чужие люди будут выметать удачу с дома? Очень суеверны. И у моего мужа есть суеверие, что чужие люди выносят из дому фарт. Я был прав. Простите. Как вы этих трех курочек впустили в дом? Они же там не только фарт вынесут. Не гости. Не гости. Я нас предупреждаю. Ну это просто идиотизм получается. Ты налаживаешь режим взрослого мужчины. Я не налаживаю режим. Часто, конечно, суеверные больше женщины, чем мужчины. Ну как-то так по статистике сложилось. Но тут как бы случай индивидуальный. С моим мужем он мне сказал, Саша, я профессиональный спортсмен. Я живу вот в таком ритме. Пока я в спорте, я не смогу поменять свою жизнь. Ты согласна? Тогда вперед. Понимаешь, Сашуль, мне кажется, что это такая не очень честная игра в одни ворота. Ну с другой стороны, давайте так, она в эту игру играть согласилась. То есть мужик ей не соврал. Мужик сказал прямо, Слушай, я вот такой, я не буду тебе там мозги морочить и так далее. Я считаю, мужик красавчик. Вот он сказал, вот я живу так. Нравится? Давай жить. Не нравится? Не заставляю. Все, она сказала, да, согласна. Какие претензии? Тебе предоставили список. Готово? Едем дальше. Она согласилась на него. А если не готово, то значит, я еду дальше искать другую. Я считаю, что это про честность. Абсолютно согласен. Ничего здесь странного вообще не вижу. Я считаю, если бы так большинство людей делали, меньше бы всяких разводов и проблем было бы. Когда ты говоришь прямо для меня, они вот так вот, ну поживем, я его поменяю. Поживем, увидим. Ай, время покажет. Я не для них стараюсь. Мне вообще все равно на их мнение. Кроме того, что я занимаюсь домашними делами, я еще являюсь его спортивным менеджером. Все коммуникации, общение, формирование документов, переговоры, это все делаю я. А, наш юрист был. Мой муж занимается только водой. Она ему заказывает бассейн, она ему заказывает рейсы. Он вообще ничего этого не делает. Он даже трубку не поднимает. Но он работает. Для меня это гестапо. Разрешаю себе расслабиться и больше вот уделять время себе любимой. Так я абсолютно не напряжена. Это пока что. Когда она устанет, а она устанет, будет абсолютно все по-другому. Потом расслабишься, начнется предъява. У меня есть просто один ответ на все ваши вопросы. Девочки, я счастлив. Это самое главное. Не, ну по ее словам, там бывают моменты, что он может вообще дома не появляться по 2-3 месяца. Настолько счастлива, как никогда в своей жизни. Я вообще не поняла этих нападков по поводу режима. Но не все ведут беспорядочную и халатную жизнь, как они. Есть достойные люди в этой жизни. Я тоже пока по режиму не могу жить. Девочки, скоро малыши, нужно уже идти на обеденный сон. Но считай, это неплохо. Есть свои плюсы в режиме. А если ты покажешь, девчонка, какая у тебя комната и твои игрушки? Семофейчик, покажешь? Да. Идем, Яночка. А тем временем я приглашаю тебя на святое святое кухню. Вау. А, мы вдвоем уже. Супер. Спасибо. Пошли. Тож матуси разделяются. Поки Аня с Дариною идуть на другий поверх, Яні дозволено оглянуть кухню. Тут еще раз полежали 100 куда. Янчик, вот мое рабочее место, так сказали девочки. А какая у вас квадратура? Около 170. Да, это детские поделки Тимофея. Я очень часто здесь нахожусь. Меня это вдохновляет. А вот большой дом, вот сколько времени ты тратишь на уборку этого дома? Да денег. Если говорить про генеральную уборку, то, конечно, несколько дней. Нет, ежедневная уборка. Ежедневная не больше двух часов. Это скорее косметическое. Ну. Типа пыль пол протереть? Попылесосить? Вот ты говоришь о том, что готовишь только свежие мужа, да? А вот не бывает такого желания где-нибудь схитрить по-женски? Сказать, что это свежее, но я его только разогрела? Нет. Все, вот наша жизнь бытовая сказывается на результате. А если ты не попадаешь в определенный топ, тебя снимают в зарплату, увольняют с работы и тому подобное. Поэтому за месяц до старта Дима даже не поднимает детей на руки, потому что ему нельзя физически забиться, если ты понимаешь. Он не поднимает коляску, потому что может повредить мышцы. И жить с ним очень сложно. Короче, там все завязано. Если я что-то сделаю не так, мы с тобой, дорогая, денег не заработаем. То есть он добытчик семьи и все максимально пытается обезопасить. Ну, это, наверное, какие-то профессиональные издержки. Очень выматривая. Полазим по шкафчикам? Да. Блин, нет, съемная квартира. Все чисто. Мне кажется. Конечно, я готовилась к тому, что ко мне придут гости. Мой холодильник. Что такое? Извини, смотрю на время, мне пора к детям. Могу тебя оставить здесь? С удовольствием. Спасибо. А что, второй завтрак? Там наступило время. Это, наверное, нас ждет вместе с собачьим кормом. Не мудрено. О, морозилка. Ну, немного продуктов. Ой, морозилку давно она, конечно, не размораживала. И холодильник старенький. Ну, это понятно. Вот не люблю такие холодильники, которые намораживают лед. У меня раньше какой-то такой был. Да, они более стареи, более дешевле и так далее. Но вот эта морозилка, когда там уже такая глыба льда уже. Вот его нужно постоянно размораживать. Новые холодильники таким не страдают. Это мяско. И, скорее всего, индейка. Для собаки, возможно, там продукты. Ага. Вот. Это кабачок. В общем, морозилка, я так понимаю, для детского питания. Вон, капуста, брокколи. Такое ощущение, что живут реально сегодняшним днем. Сегодня приготовили, сегодня съели, сегодня вечером поехали. Да, вон рыбка, форейн. И ссорупились. Удобней жить впрок. Тогда ты не проводишь на кухне вот по 2-4 часа каждый день. Удобней? Да. Как поверхность. Ой, что-то такая плита уставшая. Ну, видно, что на ней готовят. Но это не мудрено, Саша. Это я не скрывала, что она готовит на ней по 5 раз в день. Такая прям плита, такая пораженная. А тем часом Даша с Анею у кімнаті трирічного Тимофія. Какая красота у тебя. Слушай, крутая у тебя комната. Я зашла и я была вообще... Ну хорошо, что ребенка есть своя комната. Это плюс. Она проверяет, чисто ли? Поселька чистенькая, пыли нет. Мама следит за всем. Матквин. Хороший будь. Смотри, пыли нет. Понятное дело, что тут пыли нет. Тут, смотри, тут система даже в одежде. Сложно. Все так контролировать. Но это жуткий перебор. Мне кажется, мой мозг этого бы не выдержал. Это дом трансформер. Это щенячий патруль. Постучала. Сыночек, можно? Можно? Ты стучил, да? Правильно. Да. Это очень похвально. Это очень... Это лайк. То есть уже показывает, что ребенка есть, в общем-то, свои границы. Ты что-то, Саша, постукала, перш, ніж зайти, очень классно. Эй, шаверите. Возьмите меня, пожалуйста. Я не против на полставке подрабатывать вместо Карпачова. Я умею даже разговаривать наукраинский язык. Я буду пытаться, когда же... Конечно, будет тяжело сначала, но я думаю, что я смогу. Хлопец выросли впевнен, что оточившие поважают его простор. Это привчить его с малышкой, с повагой ставить до кордонов и других. А такая навичка дуже корисна. Я хочу вас пригласить в комнату к Марку. А в это время Тимофеич будет ложиться к сну. Поэтому я вас проведу и удалюсь к Тиме. Могу даже оставить вам Марка на пару минут в комнате. Мне кажется, я могу дать 10 баллов Карпачов, ее выделить. Как лучшую маму из этой четверки. Лужка в ладошке. Веселые прогулянки. Я думаю, что так оно и будет. Больше внимания уделялось детям, чем гостям. Мне показалось не очень гостеприимным. Девчонки, заходите. Это вторая детская. Боже. Ага, тоже своя комнатка есть, да? Марк. В случае чего, зовите. Я быстро. Хорошо. У меня тоже были маленькие дети. И если ко мне приходили гости, я внимание уделяла гостям. Для меня дети на первом месте. Если девочек что-то не устраивало, это не мои проблемы. Слушай, он в 10 месяцев отдельно спит. Я не знаю. Может, я чересчур какая-то старомодная. Я думаю, там есть видео няня. Я думаю, там есть видео няня. Я помогла оторвать. Кукусь. Радео няня называется она. Конечно. Спасибо. Спасибо вам. Вы побежали обедать. Ну, блин, это робот. Робот 24 на 7. Она так привыкла. Саша заявила про то, что режим дня ее детей на первом месте. Целый день я спостерігаю, как она их годует и вкладывает спать. Однако я так и не видел важных для развития детей активностей. Игры. Игры, читания, гимнастики, общение с мамой. Боюсь, что Саша не понимает, что детям необходимо не только вчасно поездить и виспать, а и интеллектуальный и эмоциональный развитие. Как вкусно, как широко ротик открываем. Не собираюсь ущемлять интересы своего ребенка, потому что, видите ли, ко мне пришли какие-то девочки. Отдельно то, что он спит, тебя это не пугает? Когда я кормила Маркушу первые полтора месяца, я жила в его комнате на диванчике. Потом, спустя полтора месяца, когда он уже начал не просыпаться на одно ночное кормление, я переместила в его кровать. Вот если кровать, то просто переместить в вашу спальню. Да, я поняла, Аню, смотри. Посторонние звуки будут не давать поспать Диме. Скорее всего, Марк не страждает от того, что спит в другом комнате. Да, правда. Адже он пока не боится темрями и не имеет много других страхов. Поэтому страждаем от этой ситуации может в первую очередь Саша, который доводится бегать между комнатами. А вот я смотрю, морозилка забита исключительно детскими продуктами. Да, и нам так комфортно. Очередной Сашин прогиб перед ним. Если она для мужа постоянно готовит из свежих продуктов, почему она не может то же самое делать для детей? Еще, еще хочет. Это в морозилке я только брокколи видел, и какой-то кусок мяса замороженный. Я подумала, что углажу, спадки на второй сон. Котре, вклавшися на спать, Саша продолжает экскурсию своим домом. Девочки, проходите. Саша приходит. Это наша семейная гнездышка. Странный ремонт. У меня реально ощущение, что это не их вкус. Вот так оно было. Не знаю, мне кажется, съемная ситуация. Съемный дом. Я в то время, с вашего позволения, помою пол. У мужа астма. Я не думаю, что там прям такая вот критичная ситуация у Сашиного мужа. Реально прям надо по два раза в день протирать пол. Ну, для меня это бешеный вжать. Чего? Ну, потому что, ну, блин. Ну, как бы, у тебя астма. Вот тебе швабра, пожалуйста, положи и отдыхай. А она любит его. Во-первых, я его люблю. Во-вторых, извини, что я проведу такую параллель. Может, тебе будет неприятно это услышать. Но ты ухаживаешь за своим ребенком, который болеет? Ну, конечно. А я ухаживаю за своим мужем. Какая разница, взрослый он или маленький. В сарае твои дети ошметкивают. И ты мне рассказываешь, что мне делать? Серьезно, Даша? Алло. Ты вот так сказала. А-а-а. А секс у вас тоже по расписанию? А-а-а, нет. Но. Есть но. Боже, и тут есть но. Если есть но, за месяц до старта спортсмену для сохранения тестостерона нельзя никакой мужской, мужского... Да, это правда. Как это правильно сказать? Семя извержения. Да. Если спорт требует воздержания семи... Ну, это уже, когда ты прям в профессиональном... Это не только плавание, это легкая атлетика, там бокс, там много где-то все. Вершини. Что Саша может себя? А-а-а, что Саша может себя? Да. Аби замяти незручную для себе тему, Саша відволікає девчат. Я покажу вам свой шкаф. О-о-о. Диди-пас. Горбно. Вещи твои. Скромно. У тебя такие вещи цветом скромные, да? Это цвет хромокей. Выдержанные, все закрыто. Гардероб скучный. Ну... Я не вижу у такой красивой женщины вот такие блестящие платья. Есть что-то у тебя? Нет. Ну, скромненький гардероб, это правда. Сашка, ты всегда такая скромная была? До того, как у меня родился Марк. Выглядела я, конечно, слегка иначе. Это как? Ты была в два раза больше? Выше? Слушай, я хочу догадаться сначала. Подожди, интуиция, интуиция. Длинные красные волосы. Нет. 80 кг. Хрена себе. Так я в жизни бы ее не узнал. Два разных человека. Эффектная инстаграмная челочка. Саша сейчас? Вообще, да. И Саша тогда? Ну, ладно, лицо тоже видно, но прическа. Ну, тоже, вижу, любила эту челочку. Цвет перекрасила. Сейчас она совершенно другая. До своего декрета я всегда была с нарощенными волосами, нарощенными ногтями. Ну, какой была Саша, я могу... Позвать эффектная девушка. На нее, во-первых, обратил внимание на такую, именно ее муж. Она потеряла себя, стала какой-то серой. А мужу ты какая больше нравилась? Блондинка с длинными волосами? Или с натуральным цветом и естественной длиной? Абсолютно любая. Своему мужу будет нравиться даже лысый. Я не верю, что муж ее любит или хочет в таком состоянии. До того, как у меня родился Марк, я не была домашней мамой. Я работала юристом изо дня в день. Я была жесткой карьеристкой. Тимофеем в основном занималась няня и бабушка. У меня были много ошибок в жизни. И Тимофей не родной сын моего мужа. А-а-а, вот как. Так. Когда у Тимочки было всего полгодика, я уже была в разводе с биологическим отцом Тимофея. А можешь сказать, какая причина развода? Нет. Дети требуют очень больших финансов. На это все заработала я. Я уходила, ребенок еще спал. Я приходила, ребенок уже спал. У меня не было другого выхода. Мне нужно было работать. Я работала. И сейчас мне мой муж подарил чувство матери. Так бывает, что не доотримавши досвіду материнства с первой дитиною, жінка самовиданно кидается у другий декрет и пытается надоложить пропущено. Попущено. Но минулого уже не повернешь. А така самопожертва стає надмирной компенсацией и выстанавливает саму женщину. Я не знаю, кто твой муж, но судя по твоим рассказам, он звезда. Ты помешана на нем. Ты фанатик его. Я отношусь к числу его фанатов. Она его реально обожаствует. Она живет мужем. До того, как мы начали жить вместе с Димой, я позволяла себе встречаться с подружками на кофе, ходить с ними в кино. Сейчас стало меньше уделять внимание себе. Такая была моя цена за нашу счастливую семью. Сейчас уже приедет мой любимый с тренировки. Я вас наконец-то познакомлю. И поэтому мы можем приготовить момент. Интрига с мужем достаточно затянулась. Уже было очень интересно посмотреть, что же там за такое чудо. Давайте. Я вам не скажу, кто мой муж. Тайна за семью печатями. Всем привет. 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 И заходит он. Он вау. Пись, 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 пись. Девочки, я с Адимом. Мой загадочный муж. Чуть вспотела. Приятно. Добрый день, Даша. Приятно. Муж у нее, конечно, бог. Я смотрю и понимаю, что это холостяк. Ты участвовал в шоу «Холостяк»? Ну, было дело. За ним билась там куча баб. Седьмой сезон это был 17-й год, да? Ага. А сейчас сколько этих уже сезонов? На минимум 10, да? Саша, а теперь как бы понятно, собственно, вообще. Кого я прятала? Что тут за интрига стояла? А у меня есть Дмитрий Черкасов. Серьезно. Да мне пофиг на это. Конечно, я понимаю, что мой муж им понравился. Открытый зависть его нельзя было скрыть. Ну, этот так точно понравился. Это прям не скрывает. Где он познакомился? С социальной сети. Да, с социальной сети. Я его видела как раз на финале «Холостяка». Она просто писала месседж. А, ты проявила инициативу. А, она не была на проекте. Это потом уже? Она сделала первый шаг в знакомстве с ним. У меня вот такого в жизни не было. Я не знаю, как это. Любой мужик любит добиваться. Если женщина чересчур перед ним, он тоже от этого устанет. То, что я тебе говорила, я была фанаткой. И есть. А осталось же мне? Ой, 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 ой. Браво. Не, ну, не в любовь. Ну, Кен перешел в Сашины руки. После 20 баб. Не, ребята, это круто. Мы большие молодцы. Не знаю. Дима, ну, ты нам очень интересен. Ты главная персона. Мы можем с тобой пообщаться без Саши. Ты серьезно? Это мой муж. Вы должны спрашивать у меня разрешение. Алло. Ты готов? Так ты ж на проекте. Я готов ко всему. Начали улыбаться, строить глазки. А что, ревнует? Вот это так низко, девочки. Саша, очевидно, ревнует своего человека. И это понятно. На нем и сосредоточен весь ее мир. Между сильной любовью и полной эмоциональной зависимостью он тонка межа. Если женщина подменяет свои интересы интересами своего мужа, она поступково перестает быть самостоятельной, а главное, интересной для себя и для любого мужа. Саша говорил о том, что тебе очень много женщин пишет. Да. Я отреагировала только на нее. Но на самом деле, в это время тишина была, никто не писал. Мне как бы было скучно. Я просто ответил человеку. А потом у нас затянулось вот это общение. Спустя месяц мы встретились. На проекте «Холостяк» твои родители говорили о том, что они не хотели бы, чтобы ты связал свою судьбу с женщиной, у которой есть уже ребенок. То, что у нее есть ребенок, чуть-чуть выбило эскалипт, потому что, ну, хотелось бы, чтобы мой сын начал отношения с чистого листа. У меня периодически тоже возникают такие мысли. У нас пару встреч было, Саша не говорила об этом. Когда она мне сказала, меня это, конечно, шокировало вначале. Когда он узнал от меня, что у меня есть сын, он очень долго принимал в себе эту информацию. Ты знаешь, я понимаю, что на самом деле для мужчины очень сложно все-таки принять чужого ребенка. Я скажу так, это настолько все индивидуально. Кому-то да, кто-то вообще в жизни не примет. Кому-то нужно время, чтобы принять, а кто-то легко. Все настолько индивидуально, нету какого-то золотого правила. Понимал в то же время, что я влюбляюсь. И самое главное было то, как Тимофей воспримет меня. Типа как папу, да? Посмотри, как украсила. Приятно, Питер, родной. Тебе жарко? Нет, не знаю. Ты весь красный. У нее такая вот обсессивная любовь. То есть она прям... Забота, гиперопека. Ну, не было вот этой замечательной женщины рядом сидящей. Кто выполнял вот эти вот все пять раз готовим, два раза моем? До Саши я жил у родителей. И эту функцию выполняла мама. Я первой... А, вот оно в чем дело. И теперь мама передала бразды продавления невесте. Девушка, с которой живет Дима. Ему Бог подарил Сашу. Ни одна любая другая вот этим заниматься не станет. Откуда у тебя вот это суеверие, что если пригласить там помощницу домой, да, уйдет фарт? Да. Есть у меня свои... Бзики? Бзики, да. Личные? Личные. Дома король. И раб. Рабыня. Ну, а тебе не жалко эти вот ручки? Ну, Кися, что, разве все так? Ну, я что, блин? Я тогда вообще тиран в этих глазах. Если бы у них был такой муж, я уверена, они бы на четвереньках ползали ради этого мужчины и все это делали. Ну, я не сильно, конечно, поддерживаю вот настолько боготворение, там, о, о, мой Всевышний и так далее. Любить хорошо, но как-то эта фраза типа, ой, да вы ради него бы пятки были в зале, ну, как-то звучит не очень. Всем классно. Если мы приходим в свою семью и рассказываем, что тебе делать, вот это неправильно. Она у нас супер, мама просто. Ну, блин, это действительно надо очень сильно любить. Либо очень хорошо пристроиться. Ты ее встретила фиактной блондинкой. Хотя по ее глазам было видно, что она уставшая. Типа такой, да? Да, да. Ну, как бы видим противоположность. На самом-то деле это больше ее решение, нежели мое. Я забеременела, и я не могла так много внимания уделять внешнему виду. Ходить каждый месяц на покраску. Я сменила имидж на тот, который требует меньше ухода в домашних условиях. Ну, а ты не против, если она вернется в белый? Больше нравится все-таки, вот по чесноку, блондинка или натуральная? Мне, конечно же, нравится. Ты не послушна. Ну, не стесняйся, скажи. Да, но мне нравится больше блондинка. То есть я так сделала, чтобы мне просто было удобней. И я не верю, что муж ее любит или хочет в таком состоянии. Любой мужчина, этот отличник от Доказановы, любит бабу эффектную. Ну, с другой стороны, он такую, наверное, себе тоже искал, а-ля маму. То есть он постоянно жил с мамой, которая мама все для него там... И он где-то вот подсознательно искал себе маму. Вот мы были в вашей гардеробе, да? Мы видели, что там вот стиль casual. То есть много свитерочков, все закрыто, все скромненько. Ты хочешь, чтобы она вот одевала эффектно? Эффектно выглядела, конечно же, когда мы выходим на разные мероприятия. А дома? А дома? Ну, вот я дома, вот такая, как я сейчас. Интересно. Саша звикла бути яскравою, привабливою жінкою. Ей человек одружался за ней, да? Эффектною выглядела, а сейчас мает поруч фаховца из домашнего господарства, вбранного в спортивный костюм. Думаю, рано или поздно кто-то из них відчуя, что что-то не так. Что-то не так. Пошло не так. И захочет втекти из костюм. Ну да, он же что, полюбил другую? Нет. По счастью. И типа он не против, чтобы она была как тогда. Да, она говорит, нет, дорогой, теперь только так. Любовь, любовь. Дай вниз слепо, аккуратно, пожалуйста. Так, а я пошел на замену. Давай. Я вас оставляю, до свидания. До свидания. Все хорошо. Пойду, наверное, я вас угощать чем-то. Бежала готовить. Окей. Я смотрю, Сашка такая замученная, такая уставшая. Это правда. Я понимаю, что так. Надо брать все в свои руки. То, что она уставшая, это правда. Мы для тебя приготовили сюрприз. Жди. Делаем праздник. Надо девочку вытаскивать. Что вы Кетерин заказали? Как тебе повезло, подружка Сашка! Мы тебе решили устраивать. Выключи. Выключи, пожалуйста. Ну ты что, у меня же дома маленькие. Он сейчас испугается. Зачем? И Саша чуть-чуть. Мы будем веселиться тихо. Можно как сексом тихо заниматься, так и веселиться. Ой. Ну мы оденемся все красиво. Мы уже готовы. Пофоткаемся. Я тебе принесла три наряда. Можешь выбрать хотя бы один, да? Анечка, спасибо. Мне очень приятно, но... Ну, и мне вынуждено тебе отказать. Как будто контрольный выстрел мне в голову был. Понимаешь, я здесь не одна живу. Ты зомбирована. Нет, все хорошо. Ты зомбирована. Да я не зомбирована. Не кричи, ребенок спит. Ты зомбирована. Да блин, что на фигня? Хочешь сделать приятно? Ну да, я согласен. Надо не уметь даже расслабляться и отдыхать. Это правда. Как-то настроение поднять. А тут опять этот робот включился. Анечка, спасибо, правда. Почему я должна построиться под их халатный, неинтересный и абсолютно бездарный образ жизни? Скромный будет у нас фашетик сегодня. Человек, который заявляет, что она готовит по четыре часа в день. А что это у нас за ужин такой? Нам было бы изгольнуться и сделать что-нибудь больше, чем весна. Что это за хозяйка такая? Алло, что это за колбасная нарезка, сыр и это, тартар из лосося. Это не сыр. Милая моя. Да, дорогая. У меня у самой ребенок. Но на самом деле это тоже надо. И мы хотели тебе создать праздник. У меня есть очень четкое чувство дома. Я очень уважаю спокойствие своих детей, своего супруга. Я, к сожалению, не могу позже 22 часов посмотреть фильм или посвятить время себе, потому что звуки будут мешать мужу. Слишком вот ты прям над ним трусишь. Ну, наушники включить хотя бы хорошо. Наушники включить. Не? Он устанет от этого рано или поздно. Пойми, ты умничка, но нужно себя любить чуть-чуточку больше. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо за твой совет. Мы можем уснуть себе мужу. Дай снискорить. Я лишний раз убедилась, конкурентов в проекте у меня нет. Одна никак не может себя реализовать, 3,5 песни выпустила. Теперь пытается найти себе мужа неудачно. Вторая, в принципе, пытается все свои комплексы скрыть, одев корону. Живя непонятно где, дети непонятно в чем. И бедный муж, который батрачит на всех. И Яна. Смотри, ему у тебя достаточно публичный человек. Яна будет в финале. Очень много женщин. Слишком. Она все контролирует, что ему пишут, наверное. Ты была одна из этих женщин. Да, я понимаю, что самое интересное. Я это понимаю. Вот, и тебя не одолевает ревность, потому что раз он на тебя ответил, значит, может быть вариант. Ну, во-первых, не каждая захочет. Это да. Это первое. А второе, у нас есть у каждого пароль от соцсети. И сразу открыты два аккаунта, знаешь, для того, чтобы не было потом каких-то недоговорок, знаешь, таких сомнений. Мне льстит, когда я, знаешь, откажу директ, вижу там женщин красивых, раздетых, причем настолько раздетых, что такие можно посмотреть только в фильме для взрослых. Я уверена, что Саша Диму ревнует. Да, это правда. Наверное, сама себя заставляет верить в то, что это не ревность, а это там чистый кайф, что у нее такой мужик, а баба ему пишет. Вот такие вот есть фото. Вариант. Красивая, да, Рудь? А, такая красивая женщина. Обычные сообщения – это как бы предложение. Боже, какой ужас. Ты действительно доверяешь ему? Если это сделает мужчину счастливым, вот это вот какая-то там ментишка, и жена об этом никогда не узнает, да ради бога. Она вообще в своем уме пусть хотя бы приставит чужую женщину на ее Диме. Мужчины, они такие, знаете, слабые. Простите, но я не понимаю тебя. Не верю. Это как порох, пороховая бочка. Мне кажется, рано или поздно она взорвется. Расстрел и кастрация. Ну, это жизнь. Готовность закрыта очи на зраду свидетельствует про то, что Саша в себе не впевнена и переконана, что ей не вдасться втримать человека. Даючи ему дозвіл на зраду, вона нібито контролирует ситуацию. Но это просто психологичная пастка. Про эту и другие пастки, в которые себя загоняет Саша, с ней и поговорит главный эксперт проекта. Ну, но все равно он как маме может до 10 баллов, но тут прям такая любовь. Вы супермама саме завдяки вашему чемпионскому режиму. Да, я считаю, что я супермама, по крайней мере, в нашей четверке. В вашем режиме я побачил только задоволение физиологических потреб. Поездить, поспать, снова поездить. Для меня это хорошо. Но я не видел, чтобы вы с детьми как-то активно общались, проводили время, игралися. Интересно. Детям нужен другой развития, игры, хорошие эмоции, время с мамой. Я на что, ничего не ответил на это все, что типа, ну, вообще-то я провожу время, просто это было время не сегодня или что? Когда общаетесь между собой, вы так достаточно толерантно, чуйно, так, держательно. А потом... Хотя, может, реально особо развитием никто не занимается. Там малого спортсмена делают, а что там мозги особо нужны? Ну, в плане там, пошел плавать и все. Вот за весь выпуск акцента вообще на это все не было. Когда их нет, вы про них такое говорите. Анечка, спасибо, правда. А за спиной? Почему я должна построиться под их халатный, неинтересный и абсолютно бездарный образ жизни? Извини, что я проведу такую параллель, может, тебе будет неприятно это услышать. В сарае твои дети живут ошметки. Они начали говорить плохо о моем муже. Они меня... Плохо говорить о моем муже? Это в какой момент где-то я пропустил? За хейтили за то, что я ухожу за своим мужем. Твой мужчина в 33 года сам может сварить себе суп. Если мне в удовольствие, почему я не могу это сделать? Мы говорим, например, о чистоте. Да, у меня дома чище. У девочек есть возможность сделать так же. Что плохого, чтобы дети жили в чистоте? Слушайте, а вы счастливы? Да, очень. Не верю. Почему я спросил, потому что я там смотрю на других участников проекта, и я у кого-то вижу эту радость. Это правда. А вот смотрю на вас, у вас формально все очень хорошо, но счастья в глазах я не вижу. Может, я просто человек, который... Как это правильно сказать? Знаете, как лошадь. Видит только одно. Я отдаю себя. Я очень стараюсь для своих детей. Если вы не победите, как вы до того будете остаться? Да ты что, не дай бог. Мир пошел под откос. А для вас важно быть победителем? Да. Почему? Ну, я хочу быть лучшей. Хочу быть достойной женой своего мужа, который тоже приносит домой золото. А навіщо же вы хотите быть лучшей, если вы уже такая? Ну, я... Недолюбленная, да? Вот знаете, что я вам порадил? Выйдите с участием в этом проекте. Ну, я не могу сказать сейчас, что вот я готова. А чего? А вот Карпачо говорит, что у тебя все окей, за что сражаемся, да? Мы сейчас с вами говорим про ваше желание быть лучшим. И мне кажется, воно не совсем здоровое. Как синдром отличника. Есть такое. У меня всю жизнь, с детства, папа был на высокой должности. И из-за этого, о, ты должна быть как папа, ты должна быть как папа. А почему вы сейчас заплакали? Вы не хотите быть собою. Вы хотите отвечать какому-то там надуманному образу. Такой идеальной, но не живой человек. Наверное. Ну, реально, у нас замученная была участие. Как мой муж сказал, вышел на старт, иди до конца. Я сподіваюсь, что вы додасте в распорядок дня своих детей час для того, чтобы развивать их интеллектуально, эмоционально и строить с ними правильные отношения. Я подумаю, спасибо. Первый день в нашем проекте я заявляла, что я супермама, что у меня нет конкурентов. И считаю, что именно я получу эту победу. А теперь час дознатися, какие выяснения про Сашу сделали ее конкуренты. Самореализация Саши 4. Я не вижу самореализации. Она реализовывает мужа. Саша теперь будет находиться в декретном отпуске до тех пор, пока Дмитрий Черкасов не выйдет на пенсию. Как хозяйка ты хороша. Но мне не понравилось, как ты нас приняла. Я бы хотела больше от тебя тепла. Но я вижу, что ты загнанная лошадка. И за хозяйственность ставлю 7 баллов. 7 баллов за хозяйственность. У Саши дети живут по режиму. А для этого возраста это идеальный формат воспитания. Идеальный формат материнства в моем представлении. Поэтому я считаю, что... Что, 10? Саша среди всей четверки заслуживает 10 баллов. Окей. И последняя. В наступной программе вдома у мамы подружки Яны. Это было жестко! Матуси дизнаються про ее семейные теймницы. Один из мамыных мужей, когда я была маленьким ребенком, пришел, что я интереснейшую маму. О, Боже! Мне казалось, что такого грязного ничтожества, как я в мире, больше не существует. У него был рядом монстр. А также долгоочекованный финал, на яком дружбе месяц не залишится. Я серьезно могу просто за... Меня сейчас реально побьют. Ладно. Ладно. Это у нас уже будет четвертая мама. И будем подводить итоги. Кто же, в общем-то, заберет победу. А вот здесь, ребят, с радостью прочитаю ваши комментарии. Я напоминаю, можете написать сколько. Надеюсь, что все написали. Если вдруг вы забыли написать. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать ваш мужчина, чтобы вы были счастливы? Вот. На сегодняшний момент, что вы скажете. Вот это прям для счастья хватает. Вот. Хочу полистать. И уже увидимся в новом выпуске с четвертой мамой. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.